Самое колоритное мероприятие сентября состоялось на площади у Дома культуры Украина. Первый национальный фестиваль. Мост от традиций к современности. 14 коллективов представили 14 различных подворий. Репортаж Валерии Чижик. По параллелям музыки и меридианам танцев сошлись они здесь, чтобы рассказать о своих обычаях и традициях, поделиться теплом. Фестиваль Мост объединил не только участников мероприятия, а всех жителей нашего дружного города. Первый всех гостей встречает благодатная Молдавия. На столах мамалыга, каурма, долма и многое другое. Интерьер дома продуман до мелочей. Вот вам и гончарная утварь, и скатерь с народными узорами. И даже мерцешоры. Маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Молдавскую кухню сегодня представлял приход храма преображения Господня города Муравленко. Мы решили, что в день рождения города, особенно в такую дату, мы просто обязаны поучаствовать. Почему молдавская кухня? Потому что у нас среди прихожан очень много разных национальностей. И в том числе молдаване. И с такой разнообразной, очень вкусной кухней мы, в принципе, знакомы. И поэтому хотелось представить этот народ. Здравствуйте, друзья! Здоровенькие булы! Ассалам алейкум! Хоровод национального содружества прошел по площади Дома культуры Украины. 14 коллективов города. 14 национальных подворий. Мы все-таки обошли вокруг по часовой стрелке. Очень красиво. Все так оригинально, все организовали вообще. Такое, по-моему, впервые, да, в нашем городе. Все республики, бывшая союза, Советская союза, все республики, все хорошо, красиво. Очень нравится. Спасибо, кто устроит такие праздники шикарные. Очень довольны, очень красиво. Я уже 30 лет на севере и всегда с удовольствием посещаю такие праздники. И буду продолжать посещать. Замечательное мероприятие. И надеюсь, оно станет традиционным. Уже показала по видеосвязи своим родителям. Они сейчас на земле. Но они здесь с 83-го года. Им было очень приятно. Самым горячим выступлением называют презентацию народов Кавказа, Дагестан, Ингушетия, Чечня. Здесь все самое лучшее для гостей. И встречает их, конечно же, танцами. Ароматы, которые доносились отсюда, не спутать ни с чем. Вареный молодой картофель, красный борщ и сало. Кушанье из украинской хаты так и манят гостей. Ее организовали специалисты детской и юношеской спортивной школы. Кубанский борщ и сало. Сразу, я сама с Украины, сразу вот этот вот родной дом, борщик, вышиваночки. Родина. Замечательный праздник, замечательная идея. Каждое подворье удивляет по-своему. Национальные песни, танцы и даже обряд очищения. Его для гостей провели участники подворья народа ханты. Специалисты интерната малочисленных народов Севера при первой школе желают гостям душевной гармонии и семейного благополучия. Изюминкой каждой презентации становится выставка национальной кухни «О да, еда». Но мне нравится праздник. А что нравится? Ну, в этом празднике мне больше всего нравится то, что мы пробуем всякие блюда из других странах. Очень интересный подход. У всех разный подход. Очень интересные костюмы, очень интересное представление. Ну и, конечно, кулинарные изыски просто радуют глаз. Съела пирог, очень вкусно. Капусточка. Все замечательно. Оригинальность презентации оценивали и гости фестиваля при помощи технологии QR-кода и компетентной жюри. В первую очередь оценивали, наверное, внешний вид, потому что мы все знаем, что встречают по одежке. Все, кто сегодня выступил, все подворья в чем-то по-своему уникальны. Все старались, где-то находили костюмы. Наверняка готовили все эти замечательные блюда всю ночь. После подсчета всех голосов, третье место и денежный сертификат на 12 тысяч рублей завоевал коллектив детского сада «Сказка». Их солнечная Киргизия влюбила в себя всех гостей. Второе место и 15 тысяч рублей у «Олененка». Русский каравай, который участники испекли в честь имени нашего города, смогли попробовать все гости национального фестиваля. Абсолютным победителем, по мнению жюри и зрителей, признана благодатная Молдавия. Коллективу достался главный приз – сертификат на 20 тысяч рублей. Но самым дорогим подарком, признаются участники, для них стал сам фестиваль. Он вновь доказал, несмотря на разный язык, традиции и устои, муравленковцы живут в городе одной большой и дружной семьей. Валерия Чижик, Андрей Нагимин, Владислав Дроботов. Новости Муравленко.